Привет всем! Это проект Другая Кухня и с вами я, Александр. Друзья, соскучился по вам, подготовил для вас очень интересный рецепт. Просто вкусно, мне так кажется, и с лучком. Сегодня готовим лепешки с луком. Начнем с теста. Для него нам понадобится 520 грамм муки, пару яиц, 250 миллилитров теплого молока, 50 грамм сливочного масла, полторы чайные ложки сахара, чайная ложка соли и чайная ложка сухих дрожжей. Дрожжи отправляем в теплое молоко, сюда же ложка или даже парочка муки и весь сахар. Высыпали, слегка перемешали и в сторонку, пускай опара подойдет, пусть дрожжи заработают. А мы за это время берем муку, пересыпаем в чашку побольше, чтобы было удобнее работать. Сюда всю соль, перемешали. Масло сливочное сейчас надо растопить. Можно это сделать либо в духовке, либо в микроволновке. Все у меня готово. Вот опара, вот и масло растопил. И теперь все как обычно. Выливаем молоко с дрожжами, вводим масло, замешиваем тесто. Сейчас отправлю одно яйцо, да и второе тоже. Замешиваем мягкое тесто. Хорошее, просто отличное тесто получается. В начале замеса прилипает к рукам. Я взял и смазал руки оставшимся растительным маслом. Все, вот так замесил, 7 минут вымешивал. Накрываю пленкой в теплое место до увеличения в объеме. Ну, примерно где-то, наверное, минут 40-60. И пока тесто подходит, займемся начинкой для наших лепешек. Для нее нам понадобится лук, соль, перец по вкусу и растительное масло для обжарки. Лучок нарезаем тонкой соломкой. И теперь берем пару ложек растительного масла и сюда отправляем лучок. Жарим на медленном огне, минут 10-15. Лучок должен только начать золотиться и все убираем. Отлично тесто расстоялось. Давайте посмотрим. Ну, красота, красота! Достаем слегка, друзья, обминаем и делим на 10 равных частей. Наши заготовочки вот так округляем, чтобы были как колобки. Смажем уголок стола растительным маслом и распределяем наши колобочки. Накрываем пленкой, либо влажным полотенцем и даем им расстояться минут 10. Начинка остыла. Заготовочки расстояли. Смотрите, какие просто великолепные. И теперь вот так вот, можно без скалочки даже, формируем вот такую лепешечку. А-ля тандырную, чтобы были вот такие вот края. Ну, красота! По величине, мне кажется, хорошо вот так будет. И перекладываем на лист. Вот эти бортики, мини-бортики, они для того, чтобы как можно больше начинки удержать в лепешке. Накладываем. Ложка точно поместится. Распределяем. Ну, смотрите, ну, великолепно. Все, продолжаем в том же духе. Духовку включил на 200 градусов. Теперь желточек и чайная ложка молока, не больше. Хорошо вот так перемешиваем. Берем кисточку и аккуратно наши лепешки вот так промажем. Ух, как они будут! Они просто заблестят, зазолотятся. Выпекаем минут 20 при 200 градусах. Одна партия уже готова. Смотрите, какая красота получилась. Ну, невероятно классные и очень ароматные. Надеюсь, и вкусные. Пропеклись, отлично. Перекладываю на решетку, даю немного остыть. Вот прям по величине, вы видите, прям порционные и такие вот аппетитные. Ну что, друзья, еще один вкусный и очень простой рецепт, где есть обалденное тесто. Ну, реально обалденное. И начинка из лука, которую я очень люблю. Ну, вы знаете. Пробую поближе. Аппетитная сладость лука и вот это мягкое тесто внутри и с такой корочкой. Обалденное. Закусочные лепешки к любому столу. И для семьи, и для праздника красота. Я очень рад, что с вами поделился и что попробовал этот новый рецепт. Друзья, все, пробуйте. Это реально вкусно. Ну, а я пошел готовиться дальше, чем-нибудь вас порадовать вкусным. Но уже завтра. Пока!